Здравствуйте, уважаемые друзья! В нашей области начала работать система поддержки социального предпринимательства. О видах этой государственной поддержки, о том, как ее получить, что такое вообще социальное предпринимательство, давайте расспросим нашу гостью в студии НТК-21. Заместитель начальника департамента экономики правительства ЕАО Ирина Витютнева. Здравствуйте, Ирина Александровна! Здравствуйте! Давайте разбираться, что такое социальное предпринимательство. Социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, ориентированная на достижение общественно полезных целей. Можно привести какие-то примеры, может быть, которые работают уже у нас в Биробиджане, ну или вообще из общей экономической жизни. Это какие такие предприятия, чтобы мы лучше понимали? Могу даже начать с истории, что это такое вообще. Государство озадачилось вообще участием коммерческого сектора в удовлетворении нужд общества, потому что, ну, считаем, что, например, не только в целом наши граждане в лице государства имеют возможность и заботятся о социальной возьмем категориях. Поэтому обратила свой взгляд не только на некоммерческий сектор, но и на бизнес как таковой. Говорит, товарищи бизнесмены, вы имеете возможность с 2020 года заходить и участвовать в таких формах поддержки. Ваш бизнес, который, возможно, хобби становится вашим делом, достойен того, чтобы вообще существовать в этом секторе и получать прибыль от общественно полезной деятельности. Таких предприятий, по нашим предварительным оценкам, около ста на территории Еврейской автономной области. Например, какие виды туда мы уже видим и относим. Это психолого-педагогическая, медицинская помощь людям с различными проблемами. Это летний отдых и оздоровление детей. Это полиграфическая деятельность. Это временное размещение мест пребывания, проживания людей. Можно всецело приестить такую позицию государства по отношению к предпринимателям, которые занимаются решением социально-общественных проблем, и еще умудряются из этого прибыли извлекать. Бизнес – это же прежде всего все-таки про прибыль. Вот, кстати, говоря о прибыли, есть какие-то ограничения по прибыли, по доходности, которые могут помешать или ограничить как-то участие человека в этом виде поддержки? Получение статуса социального предприятия в целом у нас делится на четыре категории. И три из них имеют критерии 50-процентной выручки этого вида деятельности, которые относятся к социально ориентированному. Это один из основных критериев. А еще по каким критериям можно определить, что это действительно социальный бизнес? Ну, в первую очередь, хозяйствующий субъект должен находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Если вы не знаете, есть вы там или нет, то уже сейчас можно зайти на сайт налоговой службы. Там есть вкладка «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», и по вашему МНН вас там найти. Если вас там нет, но вы по каким-то признакам знаете, что вы являетесь субъектом малого бизнеса, численность не более 250, оборот ее не более 2 миллиардов, то есть время и возможность подать заявление в налоговую службу и восстановить свой статус, оказавшись в этом едином реестре субъектов малого бизнеса. И второе, вы не должны быть некоммерческой организацией. В данном случае как раз-таки акцент делается на коммерческом секторе, повторюсь. Для НКУ есть другие иные меры поддержки, президентские гранты, о которых мы все знаем, и они по этой линии имеют возможность получить поддержку. И деятельность вы должны осуществлять уже, начиная как минимум с 2020 года, потому что по итогам предыдущего года делаются выводы комиссии, предоставляются документы. Ну а если я стану субъектом малого предпринимательства в 2021 году, то я, наверное, смогу участвовать только в 2022, да, если эта программа будет продолжена. Она будет продолжена? Да, этот проект будет реализован как минимум 3 года на территории Вресской автономной области. Специально зарегистрироваться под участие сейчас не получится? К сожалению, не получится. Подтверждать статус социального предприятия надо будет ежегодно, если вы планируете каждый год участвовать в виводных формах государственной поддержки. Что этот статус дает? Ну а теперь о самом интересном, да, почему мы с социальным предприятием присваиваем данный статус комиссионно. В 2020 году мы начинали эту работу, к сожалению, ни одного заявления не получили. И понятно почему, потому что не было никаких форм поддержки предложено предпринимателю. Сейчас, когда предприниматель заходит и спрашивает, а зачем нам это нужно, это первый вопрос, ну это понятно. Мы говорим для того, чтобы иметь возможность поучаствовать в конкурсе грантов. Это прямая финансовая поддержка, которая дает право предпринимателю в случае выигрыша получить денежные средства, невозвратные. Это единственная форма прямой финансовой поддержки, которая была оставлена в национальном проекте малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Вот в целях таких прям мощных поощрений, стимулирования развития именно социального предпринимательства. Размер гранта от 100 тысяч рублей до 428 тысяч рублей. И порядка семи таких хозяйствующих субъектов в этом году мы имеем возможность поддержать. 3 миллиона рублей будет выделяться ежегодно на данную форму поддержки. Этот конкурс мы планируем объявить в августе-сентябре текущего года. До этого момента, вот то сегодня, о чем мы с вами говорим, необходимо получить статус социального предприятия. Документы мы принимаем срок до 1 мая текущего года. Потом комиссия рассматривает, подтверждает или не подтверждает этот статус. В случае подтверждения данные передаются в налоговую службу, где ставится отметка в реестре субъектов малого бизнеса о том, что вы еще имеете статус социального предприятия. Это дает вам еще и правиловую возможность пройти обязательное обучение в инвестиционном агентстве Еврейской автономной области. Обучение планируется профессиональное, мощное, с приглашением тренеров профессиональных. Фонд «Наше будущее» Олег Первого, возможно, оттуда тренер к нам приедет. В целом цель обучения – повысить компетенции, помочь облечь свой социальный проект в бизнес-план, например, в проект, с которым предприниматель придет к нам на конкурс грантов, чтобы было легче поучаствовать в конкурсе и получить, соответственно, прямую финансовую поддержку. То есть, чтобы ты получил грант, тебя еще и научат, как это правильно сделать, написать технику экономического обоснования, всю свою идею правильно изложить, подтвердить, обосновать, показать ее возможности реализации. Все наши задумки, все наши старания направлены как раз на то, чтобы помочь предпринимателю дойти до той самой цели конечной, которую я озвучила. Статус социального предпринимателя, обучение, получение прямой финансовой поддержки, если необходимо. В этом конкурсе грантов, наверное, тоже какие-то есть свои критерии по видам деятельности, по инвестициям, на которые пойдут эти средства, по предметам вложений. Желательно, чтобы социальный проект либо уже реализуется сейчас, либо уже на грани реализации, потому что компенсируются и субсидируются понесенные затраты предпринимателям в паритетном размере, то есть 50% собственных средств, 50% предоставления государственной поддержки. Размер гранта от 100 тысяч рублей до 428 тысяч рублей. Например, если вы заходите с размером социального проекта и затрат на его реализацию в 200 тысяч рублей, то 100 тысяч вы должны будете потратить своих, а 100 тысяч вы имеете право претендовать на государственную поддержку. Если ваш социальный проект стоит, например, 2 миллиона рублей, то в данном случае вы имеете право претендовать на 428 тысяч рублей. Это тот потолок, который мы можем вам обеспечить. Кроме того, у нас есть иные формы поддержки, которые для трехмиллионного проекта, если вдруг такой появится, мы можем предложить. В нашей области существует микрокредитная компания, которая давно уже работает, уже практически два года. Ими разработан такой продукт социально значимый, который под 0% годовых готов будет предоставлен предпринимателю, который с данным статусом зайдет с заявкой на микрокредитную компанию. Это возвратные средства, но они стоят 0%. Но возвращаясь все-таки к грантам, там есть приоритеты на оборудование, на здание, на идеи, на какие-то приоритетные направления деятельности? Виды затрат. Об этом можно говорить при получении гранта. Здесь идет компенсация затрат на ремонт помещений, на приобретение оборудования, монтаж, может быть, оборудования, компенсация коммунальных расходов, связи, создание собственного сайта, в сети интернет, обслуживание этого сайта, и другие виды затрат за исключение. Приобретение зданий, сооружений и приобретение транспортных средств. Ну, интересно, в общем-то, мне хочется думать, что предприниматели Еврейской автономной области дружно ринулись получать статус социального предпринимателя. Какова активность их стороны? Сегодня нам звонят, но хотелось бы больше активности, поэтому мы к вам и пришли. Сегодня рассказать, что такая возможность имеется. Но тех, кто нам звонит, не остается без внимания. То есть мы приглашаем к себе предпринимателей в Департамент экономики правительства области. Именно этот орган власти в этом году, как и в последующий, будет заниматься подтверждением статуса социального предприятия и организацией конкурсов грантов, его реализации. Специалисты напрямую оказывают прямую практическую помощь. То есть мы обсуждаем с вами, в какой категории, скорее всего, вы принадлежите, по какому пути вам пойти, какой пакет документов при этом нужно собрать, как заполнить заявление, как заполнить приложение, какие еще документы, там их немного. Исключение составляет первая категория, где у нас занятость обеспечивается социально вызываемых граждан. Здесь подтверждение статуса каждого работника необходимы. Немножко тяжелее категория, на мой взгляд. Во всех остальных случаях это заявление, приложение номер 6, номер 7 или 8, описание социальной направленности вашего вида деятельности. И плюс можно подтверждение документами различными это сопроводить. Как, например, к нам уже приходили предприниматели, которые связаны, например, с домами-интернатами, оказанием их услуг, домами ребенка, с пошивом специализированной обуви для людей с особенностями здоровья. Там есть определенные связи с фондом социального страхования и так далее. То есть все эти рекомендательные письма, отзывы, благодарности мы тоже принимаем в доказательстве того, что была осуществлена именно социальная направленность в виде предпринимательской деятельности. И плюс 50% выручки, о котором я говорила, это тоже показывается в документах и расчетах. Мы смотрим здесь книгу доходов и расходов или книгу доходов, вычленяя, делая расчеты, помогая предпринимателю. И с этим пакетом документов входим на комиссию. То есть департамент сам весьма очень активно помогает деловому человеку этот статус получить, подтвердить и довести его до гранта, до получения и начала воплощения его идеи. Правильно? Да, это основная задача. Мы очень тоже в этом заинтересованы. Единственный момент мы предпринимателю не сможем, к сожалению, помочь в данном случае, если его деятельность не социально ориентирована. Потому что приходят предприниматели, да, заинтересованные в получении государственной поддержки. Но сформулировать за него, в чем его социальная направленность, или помочь сделать его обыкновенный вид деятельности социально направленным, мы не можем. Или уложиться выручкой в 50% от вала тоже не получится. Тут он, будь добр, мил человек, сам все это сделай. Как люди будут отчитываться по этому гранту? Есть ли какая-то форма отчетности? Как показать, что средства пошли туда, куда нужно пошли, и идея реализована? Сейчас нормативный акт только находится в проекте. Что касается порядка выдачи грантов и рассмотрения самого конкурса, но есть положение федерального законодательства, которое мы также предпринимателю отдаем. Это первоначальные, первичные киты, на которых основывается будет наш нормативный акт. Дополнять мы его много не будем, поэтому основные условия, требования, критерии уже там изложены. Я их вам сегодня частично уже назвала. Поэтому всем обращающимся, плюс еще и эта информация для сопровождения дается, чтобы они понимали при присвоении статуса, на что они дальше будут претендовать и как рассматривать свой социальный проект. Есть ли он у них, и готовы ли они будут поучаствовать в этом конкурсе. А вот отчет о социальном воздействии, такой документом предусматривается тоже. При присвоении, да, получении статуса, как раз этот отчет тоже будет необходимо заполнить предпринимателю. Он прост в изложении, если ты понимаешь, что ты действительно осуществляешь данный вид деятельности. Возвращаясь к тому примеру, с которым мы уже работаем, по шифротопедической обуви. То есть, понятно, целевая категория, аудитория людей, она там прописывается. То есть, граждане с особенностями здоровья, это могут быть и дети, и взрослые люди, прописывается предмет, да, что мы шьем, обувь, что мы делаем вообще, шьем. Цель наша – компенсировать проблемы с ношением, например, обуви специализированной, чтобы люди могли, имели возможность входить в специализированные обуви. И дополняем потом этот отчет, который написали буквально состоящие из шести, по-моему, разделов, теми подтверждающими сопроводительными документами, которые, возможно, у предпринимателя есть. Отзывы, благодарности. В книге доходов, возможно, имеются платежи от данной категории населения. Все это в совокупности поможет сложить впечатление членам комиссии о подтверждении статуса социально ориентированного предпринимателя. Тот, кто действительно этим занимается, затруднений в момент заполнения вряд ли испытает какие-то серьезные. Ну что, с этим стоит поторопиться нашим будущим и нынешним социальным предпринимателям. Как им действовать? Сейчас мы сами уже занимаемся системой холодных звонков. То есть тех, кого мы видели в системе, выбрали. Мы им скинули такое обращение. Мы ждем обратной связи. Алло, здравствуйте, Иван Иванович. Нам ждать вас, не ждать. Если готовы, мы готовы вам первичную помощь оказать. Приходите, пожалуйста, в департамент экономики, в кабинет номер 432 по адресу проспект 60-летия СР-18. Вас готовы тепло встретить, проекты ваших документов отсмотреть, поправить, плюс дополнить то, чего там нет. И уже с завершенным пакетом ждем вас. Ну действительно понятно, что встретят тепло и заинтересованы в том, чтобы социальный сектор нашего бизнеса развивался. Я надеюсь, Иван Иванович и все его коллеги по рынку это приглашение услышали. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью получить и образование, и грант на развитие своего социального бизнеса. Мы очень надеемся. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!